Всем здарова, сегодня тирлист модов на сталкер чистое небо и сталкер куллов чернобыль. Решил объединить эти две категории, скажем так, потому что снимать их по отдельности было бы глупо, ибо проектов на их платформе довольно мало, и там особо разъяснять нечего. Не, ну в куллов чернобыль еще может есть над чем подумать, да, но в чистом небе вообще нечего раскидывать, поэтому давайте быстренько раскинем ЧН, а потом уже перейдем к зву чернобыля. Итак, первый у нас идет реборн, это по-моему вторая часть реборна, да, есть типа первая, которая просто как переделанное чистое небо, а вторая, третья, это уже вроде как со своим сюжетом там каким-то всратым страшным. Так, ну и что, ну реборн, конечно, это трэш гребаный непонятный херотень, я бы его поставил в цель тир, потому что там я наблюдал такие картины, которые я не смог бы, наверное, наблюдать ни в одном другом моде. Всякие локации какие-то, которые я первый раз видел, какой-то, я не знаю, какие-то психоделические картины, блин, созданные путем пустого заселения и какой-то всратой погоды. Ну, вообще кому-то стоит объяснять, что это такое, но это же трэш просто, я не знаю. Кто это в здравом уме будет вообще играть, мне уж тем более создавать. Не, ну ладно, создавать-то, раз оно есть, значит, кто-то создал, но играть зачем, никому не рекомендую. Но C чисто за то, что даст такие картины, которые вы ни в одном другом моде не увидите, серьезно. Ну это, конечно, не обязательно хорошие картины, опять же, но они необычные. Дальше, время перемен. Я вообще не понимаю, давай вот сейчас вот так вот сделаем. Тут несколько этих времен перемен, в чем их отличие, я не знаю, по-моему, 2.0.1.0 это просто передел на ЧН. Не, в 3.0 уже свой сюжет, по-моему, вот в 3.0 играл для себя, не на видео или еще что-то, когда-то давно. И, в принципе, нормально, в принципе, неплохо, хотя у меня там были, я помню, какие-то проблемы с графикой, освещением, и вылетало еще часто, хотя на ютубе царел, у других ребят все нормально было. Но, в основном, там сюжет, типа, после чистого неба, поняли? Там стрелок заново, там, типа, шрам выбирается с ЧС, и так далее, и так далее. Ну, а в это не играл. В какую-то из этих версий я, возможно, когда-то играл давным-давно, в детстве, потому что я помню, у меня был какой-то диск с модом по названию время, что-то там, скорее всего, перемен по-любому. А, возможно, кстати, ветер перемен, что-то как-то так оно называлось. Ну и, в общем, это было просто переделанное чистое небо, и все, ничего более. Клиарская ремейк, тоже когда-то очень давно пробовал для себя в оффлайне, ничего интересного, я не знаю, вот. Из модов, улучшающих Чистое Небо, это как-то мне не зашло. Тупо пустышка. Old Story, тоже играл до ютуба. Ну и вроде мод, кстати, такой пойдет. Ну, статьяшечка, конечно, бэшечка, да? Я уже толком сюжеты не помню, но приблизительно всплывают в голове моменты, какие там есть. Ну, все моды на Чистое Небо, на самом деле, такие, какие-то не сильно отличающиеся друг от друга, поэтому я не могу ничего сказать такого-то, что он вот прям чем-то выделяется. Просто там был свой небольшой сюжет, показывающий некоторые моменты из Чистого Небо, которые остались как бы за кулисами, да? Вот так вот. Холодная Кровь. Вот Холодная Кровь, кстати, годнота. Это одна из самых годных зим в Сталкере. Вот на Чистое Небо, Холодная Кровь. Очень красивая и очень атмосферная. По-моему, тут фриплей. Тут типа, ну, просто переделано немного ЧН с вырезанным основным сюжетом. Возможно, я ошибаюсь, но на моей памяти это именно так. Но зима здесь проделана прям отлично, и я бы, наверное, даже поставил в А-тир, потому что, ну, реально, очень здорово. Не часто в Сталкере встретишь качественную зиму. Если вы хотите в Чистом Небе встретить зиму вдруг, то вот, пожалуйста, Холодная Кровь вам идеально подойдет. Мистери. Помню, не знаю, не стримил ли я. Не, по-моему, не стримил, но точно играл в офлайне для себя. По-моему, даже один раз проходил до конца. Неплохо. А, вспомнил, я не стримил. Я записывал Мистери в 2016-м. Там, по-моему, одну серию записал всего и все. Это как Мизери. А почему у меня, кстати, два Мистери здесь? Ладно, как обычно. Кто Терролист составлял? Правильно, Криворукий Человек. А, вот еще Ветер перемен. Время перемен, точнее, 2.5 есть тоже. Это, видимо, что-то из разряда переделанного Чистого Неба просто. Тут даже фон картинок одинаковый. Ну так вот, Мистери это как Мизери, но только на Чистое Небо. Правда, не прям там геймплей, как в Мизери, да. Тут чисто скорее перенесены конфиги, как в Мизери, и графика, как в Мизери. В общем-то и все. Но пройти с этим модом Чистое Небо можно. В принципе, я думаю, не пожалеете. Так, далее. Хардвар мод. Оу, мэн. Ну, учитывая то, что модов на Чистое Небо в целом не очень много, и уж тем более модов, в которые можно было бы поиграть и пройти до конца, я мог бы Хардвар мод в С-тир поставить, но на самом деле у Хардвар мода были свои такие неприятные моменты. Я прекрасно помню это прохождение, но там что-то на Чистей 20 почти вышло. Ну, в А-тир по-любому поставлю, потому что очень неплохой мод. Вроде бы это как и ванильное Чистое Небо, да, но при этом очень расширенное, со своей сюжетной линией, идущей параллельно. Игралось здорово. Но было очень много затупов, много, когда было непонятно, куда идти, зачем идти. Приходилось подсматривать в гайдах. Мод довольно легко ломался. Но я вроде прошел. Там я что-то провалил, что-то сломал, по-моему, да, какой-то из квестов, я не помню. Но в целом вот я прошел, и в принципе у меня остались положительные эмоции. Так, Кровавый Закат 2, часть 2. Я не знаю, я не играл. Кровавый Закат 2, часть 2. Ермак, последний рейд. Так, подожди. А, ну вот это, короче, ремейк-версия, редукс-версия. Как она там, я не играл. Я играл вот в первую версию Ластрейда. Ничего интересного вообще, просто бегаешь по Припяти. На платформе Чистое Небо отстреливаешь отряда монолитов. Все. Пути неисповедимы. Ермак тоже играл, на стриме проходил. Тут уже какая-то своя сюжетная линия есть, более-менее интересная. Но честно, мод кринжовый. Очень даже. А что было в редуксе, я не знаю. Не шарю, может там все исправили, улучшили. Но это был пустой проходняк, а это был кринж. Sock Style Аддон. Без понятия, что это. Видимо, опять какая-то переделка оригинального Чистого Небо. Мод Змеяло в Финал. Day Tear. Тоже в офлайне когда-то играл. Супер непонятный мод. Во-первых, у меня с ним траблы какие-то постоянно были. То с управлением какие-то беды, то еще что-то. Во-вторых, сам мод какой-то супер непонятный. Супер баганный. Супер... Не знаю, все в нем идет не так. Супер бесящий его еще. Хотя я довольно часто видел. Даже не обязательно в комментариях. Тогда у меня еще толком канала не было. На форумах, в подборках. Типа вот, на Чистое Небо рекомендуем сыграть Змеяло. Говнище полное. Никогда не играйте в это. Я не знаю. Ну, возможно, конечно, найдутся сейчас в комментариях ценители этого мода. Может, вы хотя бы объясните, в чем вообще суть этого мода. В чем его ценность. В чем он хороший. Потому что я не понял. Сюжетное продолжение Чистое Небо. Тоже в оффлайне играл. И... Ну, если честно, я настолько не помню, что там. Что можно отнести в не играл. Но, опять же, по-моему, там ничего интересного. И почему-то у меня есть ощущение, что... Хардвар мод и сюжетное продолжение Чистое Небо это одно и то же. Или нет? Да не вряд ли. Ладно. Я просто реально в это настолько давно играл, что суперслабо помню. Можно даже, опять же, как я сказал, в не играл отнести. Но я думаю, если бы я играл и я там вот был хорошим, то он бы мне чем-то запомнился. Так. Ну, а вот и кандидат на S-тир подъехал. ОГСМ 1.8. Вот это реально годный мод. Он улучшает Чистое Небо. Он, во-первых, допиливает его. То есть, всякие, скажем так, вырезанные штучки восстанавливает. Во-вторых, улучшает его. Вот, в Чистое Небо играть с ОГСМом реально одно удовольствие. Я не раз проходил ЧН на ОГСМе. И игра постабильнее становится. И контента побольше. Ну, в целом, есть чем заняться в Чистое Небо. Это не просто такой проходной шутанчик, чисто пробежал Локи. Где-то, возможно, какой-то группировке разочек помог и все. Тут это прям, ну, полноценное расширенное издание. Вот так вот можно описать. Далее, Реборн Артефакты Смерти. Это же первый Реборн, да? Который просто переделан на Чистое Небо. Да, но это вообще супер кринж. Если тут хотя бы есть какие-то свои локации, что-то новое. Какой-то новый сюжет. То тут просто трэш и ерунда. Ворвиглазное чистое небо. С какими-то псевдо-дополнительными квестами. Хотя, по факту, это, ну, просто оригинал. Ну, по крайней мере, мне так показалось по времени, которое я наиграл в этот мод. Наверное, мне нужно было его полностью пройти, чтобы понять. Но, знаете, я оставил это дело более умным людям. Вот, например, Дед Западло говорит, проходил Реборн. Но все никак видео не можно сделать. Но это проклятие Реборна, на самом деле. По Реборну невозможно видео сделать. Почему по Реборну на Ютубе так мало видео? Потому что люди, которые занимаются видосами по Реборну, они просто умирают во время монтажа. Этот мод вытягивает из них жизнь. Даже если он у вас не запущен или не установлен. Вам достаточно монтировать видео по нему. Другого объяснения этому я не могу найти. Почему люди так вяло и неохотно записывают Реборн. И чаще всего даже не доделывают или не выкладывают видео полностью. Но это и меня касается. Дальше. Клиарскай комплит. То же самое, что и Шэдов в Чернобыль комплит, и Колов в Припять комплит. Опять же мод, который просто там где-то перекрасит текстурки, где-то что-то улучшит. Ну и все. Вроде бы я с ним играл. Никаких проблем не было. Ну а что я точно помню, то что я часто брал геймплей. Ну точнее трейлер этого мода на фон под геймплей. В году 2017, когда я там топы модов делал или еще что-то. Было прикольно. Сиджерос мод на ЧН не играл. Но опять же, это просто улучшение числа неба оригинального. Реборный сток. Ну наверное то же самое, что и Реборн 2. Один в один тоже. Какие-то новые локации, какие-то необычные впечатления тебе подарит этот мод. Ну и все на этом. Играть в него вряд ли ты дальше захочешь. О, я не помню как называется этот мод на русском. Потому что тут... А, эпизоды жизни Мерка. Что-то такое. Он в 2018 вышел. Я, короче, его записал. Первую серию. У меня там какая-то трабла была с этой серией. И я ее не выложил. Поэтому у меня нет ни смотра, ни прохождения этого мода на канале. Но, кстати, это первый... Ну не то, что первый. Один из немногих, точнее. И первый за долгое время на тот момент вышедший мод. В целом со своим сюжетом каким-то отдельным. Ну и на самом деле я не зря его в цитир засунул. Тут ему и самое место. Он реально какой-то такой себе неинтересный. Квестов мало, чисто беготня. И, насколько я помню, с ним на релизе было огромное количество проблем. У многих были вылиты. Какие-то баги непонятные. Ломание скриптов. Не знаю, пофиксилось ли это все потом. Возможно, кстати, как-то не сыграю в этот мод. Но фиг его знает. Насколько он оправдает надежды, скажем так. Падший Затон. По-моему, в 2017 он вышел, да? А может и раньше. Но я в него в 2016 играл весной. Тоже я хотел по нему видео записать. Но у меня что-то не получилось. Я так и не выложил видео. Кратопетражка трэшовая. Про то, что типа Затон затопило. И там чувство такая водяная локация. Парочка бас. Мостики между ними. И все. Ну и ты по этой локации бегаешь, играешь. Встратые квесты выполняешь. Ну он реально такой трэшеватый. С-тир. Не Д. С. На Д он не дотягивает, наверное. СТКС вэпон пак. Ну, А-тир. То же самое, что СТКОП, только СТКС. В принципе, на Чистое Небо нету каких-либо оружей. И вот СТКС это единственный нормальный кандидат. Нормальный вариант. Атмосфер Клэр Скай. Ну, то же самое, что и на ЗП. Преображает игру. Ну и все, блин. У нас дубликат Мистери тут только остался. Но я его запихивать никуда не буду. Вот такой тирлист модов на Чистое Небо получился. 15 минут потребовалось, чтобы раскидать все это. Интересно, на Call of Чернобыль я дольше буду составлять тирлист или нет? Сейчас посмотрим. Ну что ж, вот он Call of Чернобыль. Естественно, есть, скорее всего, много проектов, о которых я ничего не знаю. Но я засунул сюда все, в которые я играл и которые я вспомнил. Ну, кстати, из всех этих я только в один проект не узнал. Сейчас узнаете, в какой. Итак, начнем. Первым у нас выпадает Last Day. Last Day это как бы улучшение Call of Misery, грубо говоря. На Last Day потом построился Anomaly. То есть, вы понимаете, да? Call of Misery это адаптация Misery на Call of Чернобыль. То есть, Call of Misery это адаптация. Last Day это сборка на Call of Misery. А Anomaly это сборка на сборку, на адаптацию. Ну, короче, ладно, вы поняли. Ну, не, ладно. Anomaly сейчас сборка уже сложно назвать. Оно перерастало в полноценный проект, в полноценный мод. Но изначально оно устроилось на Last Day. И, ну, Last Day, в принципе, был неплох. Просто такой дополненный Call of Misery. В него было приятно играть. Я стримил несколько раз. Наверное, засуну в байтир. Потому что на тот момент я не сильно был фанатом Call of Misery. И, в целом, как-то Call of Misery даже немножечко подхейчил. Дальше. Это у нас DDR Книга Мертвых. Я, конечно, помню то, что есть еще всякие ребалансы. Рерумы на DDR. Но я что-то как-то почему-то их не включил сюда. Но я во всех них не играл, спойлер. Ну, рерум только играл чуть-чуть. И то мне не зашло. Ну, короче, Книга Мертвых я не играл. Но, скажем так, мы не много раз его рекомендовали. Я загуглил, посмотрел стримы, прохождение по нему. Просто лютая параша. Я бы ни за что в такое не сыграл, честно. Так что Книгу Мертвых от меня не ждите никогда просто в этой жизни. Так, это что такое? Я забыл. А, это Back to the Roots. Ну, сейчас проект, по-моему, скажем так, стер свои прошлые версии. И разрабатывается заново. Что там они за курс разработки взяли, я не знаю. Типа, на что нацелена эта разработка. В чем идея мода. Но, когда я играл, это было что-то типа народной солянки на Call of Chernobyl. Вот так вот. Там тоже была куча контента, связанного с артефактами, с преобразованиями. Ну, все равно вот такие вот фичи из солянок. Но на Call of Chernobyl. Я и видео снимал, помню, по этой сборке. И стримил. В принципе, ну, мне нравилось. Сама идея крутая так-то. Солянку на Call of Chernobyl реализовать. Далее, Call of Chernobyl Stone by Stone. Сначала это просто была сборка на Call of Chernobyl. Потом это какое-то ответвление свое. То ли Call of Misery, то ли... Нет, не ДДР. Call of Misery скорее. Да. Или Last Day вообще. Ну, короче, что-то оно там называлось. Brief of the Zone. Что-то такое. Я записывал в 2019-м видео по этому моду. И даже помню, интерактив стримил на платформе этого мода. Ну, то же самое, что и Last Day. Просто ответвление Call of Misery, в которое приятно поиграть. Ничего прям сверхъестественного такого. Сборка от Demosfena. Тоже бет-тир, наверное. Я не знаю, что там сейчас. Давно не слежу. Но когда я последний раз играл, там были попытки какие-то сюжеты реализовать. Какие-то локации новые добавить. Артефакты новые добавить. Ну, в принципе, все это плюс-минус смотрелось неплохо. Но, опять же, на постоянке не пробовал играть. Поэтому, не знаю. Чисто вот смотрен, новых версий делал. Last War. Война группировок. Блин, да тут что-то у меня все проекты пока что в бет-тир идут. Это одна из первых сборок на войну группировок. Типа, когда на войну группировок... Тьфу, блин. На Call of Chernobyl адаптировали войну группировок. Нормально. Йок. Не Warfare, а Йок. Блин, Warfare сюда еще надо было добавить. Я что-то тупанул. Ну, ладно. Extended Offline тот самый. Его адаптировали к сборке от Stasona. И тут же появилась еще Last War параллельно. Бляха! Еще Last Puff же был. Я забыл про него. Забыл его сюда добавить. Йок твою медь. Да, пацаны, вот видите. Тиралист такой неполноценный. Но Last Puff, я думаю, тоже был бы в бет-тире. Параллельно еще появилась Last War. И, ну, в принципе, был такой некий выбор, да, во что сыграть. Если ты не любил сборку от Stasona, ты мог сыграть в Last War. И Last War, в принципе, не то, чтобы прям сильно отличался от войны группировок на сборку от Stasona. Но все-таки немного отличался своим списком модов, скажем так, да. И, ну, в целом игралось прикольно. У меня даже серия видео на канале есть, довольно старенькая. Можете посмотреть, если кому интересно. Дальше Team Light. Вот Team Light прям мне нравился. Я в нем задержался надолго. Там огромное количество фич из разных модов. Возможно, даже фич, придуманных вручную. Это я уже точно не знаю. Но, в целом, это такая тоже некая солянка из, блин, идей. Там вроде как и графен такой на билдовский похож. Но при этом есть как фичи из Мизери, так и из других различных модификаций. Скажем так, сборочка всего. Соляночка из возможностей. И при этом там было огромное количество новых квестов. Всяких небольших сюжетных линий. Это мне тоже очень нравилось. Я не знаю, трудно, на самом деле, Team Light как-то описать, чтобы было понятно. Он реально какой-то вот, я не знаю, необычный. Необычное сочетание в нем разных идей. Смотр когда-то делал, можете посмотреть. Ну и стримы, помню, проводил. Причем довольно долго играл. Прямо раскачивался. Раз затянуло, значит, это годно. Так, дальше. Йок. Ну, чисто вот это война группировок, да? Это, кстати, иронично. То, что сразу за ней идет война группировок на 100 сону. Но я ее засунул в виде грелки. И Великая война. То, собственно, что базируется на Йоке. Ну, голый Йок. Это голый Йок, че? Он мне позволил королевскую битву делать. Я не так давно делал видео по голому Йоку. Ну, Йок, на самом деле, я не знаю. Возможно, даже он эстир заслуживает. Но вот именно если играть у него ни на чем-то, ни на какой-то сборке модов, то война группировок довольно скучная. Годится вот раз за что реально. Королевские битвы вот эти проводите, все. А так, ну, Йок, это реально. Это война группировок, которая подарила нам, грубо говоря, не знаю, десятки, сотни, а может для кого-то и тысячи наигранных часов сталкер. Потому что у войны группировок было много фанатов, но война группировок в чистом небе не удовлетворяла все требования этих самых фанатов. Она была, скажем так, урезана, обрезана, да. Она не могла распространиться на всю зону. Там чисто вот конкретно группировка против группировки в основном воюет. А вот Йок на Кулов-Чернобыле, это прям новое дыхание было в войне группировок. Пожалуйста, все локации доступны, все группировки доступны. И все они воюют за господство над всей зоной. И это каждый раз создавало новые ситуации, новые противостояния. Было очень здорово. Ну и дальше идет война группировок на сборку от Стасона. Ну, не знаю, возможно, глупо было сюда ее добавлять. Но я решил добавить, почему бы и нет. Это по-любому S-тир. Тоже в свое время очень много эмоций подарило. Это как заслуга, собственно, сборки от Стасона, так и заслуга модмейкеров, которые адаптировали эту самую войну группировок. Потом они ее что-то попытались улучшить. Там сделать захват бас с условием того, что контролируются ближайшие точки. Озвучку добавить, концовки добавить на каждую из группировок, когда она захватывает зону. В итоге, кстати, ни одной из этих концовок не видел. Почему-то они у нее не срабатывали. Мне последняя версия как-то уже не сильно понравилась. А вот до этого что было? Ну, прям, я не знаю, замечательный шедевр. Столько раз начинал играть. Столько видео, поэтому записал. Та же серия Война группировок застала бы Монолит, она тоже на сборке от Стасона делалась. Это было здорово. Великая война. Вот не знаю, вот не знаю, куда бы засунуть. Ну, наверное, все-таки в А тир или Б. Но точно не С. Пускай будет, окей. Я думаю, тоже многие помнят, что это за мод. По моим видео, там, Война группировок за грех или Последний рубеж. В этом моде, казалось бы, очень много группировок. Очень много всяких режимов, конфигов для Войны группировок. Ты можешь это все как-то комбинировать. Можешь как-то менять, перестраивать. Хочешь воевать за одну группировку против другой группировки, пожалуйста. Там, не знаю, Последний рубеж, не Последний рубеж. Ауе, Аллах Акбар. Ой, ну, это так режимы там назывались. Чего там только нету? Королевскую битву даже можете свою замутить. И вот выходила новая версия. С новыми локациями, с новыми фичами. Казалось бы, там задумки были довольно интересные. Но в итоге что-то как-то это очень нестабильно и хлипко смотрелось. И, как я понял, в итоге так это ничего и не пофиксилось особо. Поэтому, опять же, мне больше нравилась старая версия. Еще там вот с вот этими подгруппировками намудрили. Я сначала думал, это прикольно, а потом такой сообразил, что ЁП твою медь, куда столько-то? В игре и так дохрена группировок. Так еще и на каждую группировку куча подгруппировок. Ужас. Ты там заходишь на карту, вообще непонятно, кто есть кто. Невозможно запомнить просто. Хотя идеи были интересные, потому что они там по идеологиям делятся и так далее. Но, как я уже сказал, проблема этого мода в том, что все эти идеи работают не так, как надо. Все как-то кривенько, хлипенько, шатается, вот-вот развалится. Дальше. Dolce & 8 Infinity. Это вот прям полноценный сюжетный мод на Кулов Чернобыле. Выходил на 20-м году, по-моему. Вот седьмая версия выходила, я помню. Я в нее в 2018 играл немного. Там были, скажем так, зачатки сюжета. Игралось так. Ну, в принципе, прикольно, но не особо. А вот восьмой Dolce & 9, который выходил. Это реально годнота. Я бы, наверное, даже WS-тир поставил. Я помню, мне понравилось. Там частей 10 вышло, но, в принципе, они были довольно насыщенные. Хотя, под конец там много беготней стало. Реализовали сюжет на Кулов Чернобыле с побочками. Это было довольно интересно. Но, вроде бы, там были какие-то проблемы с балансом, если я не ошибаюсь. Вот это вот единственные такие минусы. И проблемы с уроном, по-моему, тоже были некоторые. А так, в целом, ну, обрез Жумайсенба, кто помнит. Next. Ария. Я играл в Арию еще в старых версиях. В 2016 году, там, накануне, перед 100к буквально, я играл в Арию. У меня есть видео на канале. Ну, что тогда, что сейчас. Ария мне не нравится. Не знаю. Она, конечно, ввела интересную тему с этими перками, которые ты выбираешь, когда создаешь персонажа чертами характера. Ну, не характера, но вы поняли. Там вот эта, типа, близорукость, не близорукость. Которая накладывает определенные бафы или дебафы на твоего персонажа. Это, конечно, здорово. Но, когда я это тестил, в итоге это как-то работало не так, как надо. Ну, и, в общем, это очередной перемудренный хардкор, который я не люблю. Поэтому к Арии у меня такое себе отношение. Да, без спорта, я, конечно, уважаю этот мод за фичи, которые он там предлагает игроку. Но не для меня, не для меня. Мне не нравится. Сайтир. Ну, точно не Д. На Д это не тянет, опять же. Далее. Аномали. Ну, аномали. Я думаю, все знают, что такое аномали. Самый популярный мод на сегодняшний день. Я думаю, многие поставили бы его в С-тир. Ну что, я даже не буду ничего говорить. Ничего. Что-то тут распиноваться. За что мы любим аномали? 100% из смотрящих это видео знают, что такое аномали. Кстати, планирую этой осенью в одну жизнь сгонять. Ну, вот, именно в одиночку. С целью получить то самое достижение, которое дается за прохождение одной жизни. Там есть достижение, которое я уже получил. Да, но есть еще одно достижение, которое предполагает под собой прохождение одной жизни. Без всяких там включенных поблажек на сложном уровне сложности. Это будет довольно интересно, я думаю. Получится ли у меня добыть это достижение. Что-то он там непокоренный или что-то такое. Как-то так оно называется. Я уж точно не помню. Road to the North. Тоже сюжетный, по-моему, мод. Он вышел позже, чем Dolce & 7, но раньше, чем Dolce & 8. По-моему, вот так. Это мод от зарубежного разработчика. И, кстати, это тоже годный сюжетный мод на Call of Chernobyl, в который я почему-то все еще не сыграл. Я много раз хотел начать Road to the North, но что-то все время шло не так. Что-то все время мне мешало, на что-то я отвлекался. Далее. Dead Air. Тоже, по-любому, я стир. Много времени в этом моде провел. Последний выживший. Кто помнит, тот помнит. Одна жизнь. Просто сидел играл. Ну, это прям пушечка в свое время была. Но, к сожалению, очень быстро DDR заглох. И непонятно, что с ним сейчас. Когда там обнова. Вроде она пилится, а вроде и не пилится. Но, надеюсь, то, что рано или поздно новая версия выйдет. И мы все вместе в нее сыграем. И она будет просто сногсшибательна. Legend Returns. Тоже самое. Попытка реализовать, скажем так, билды, да, на Call of Chernobyl. Со своими всякими тоже новыми фичами. Сюжетными линиями. За разные группировки. Это было здорово. Но тоже что-то как-то заглохло. Но я не сильно, конечно, фанат билдов. Но Legend Returns мне зашел. И, ну, для меня это А-тир. Такой тверденький. На С не тянет все-таки. В Legend Returns я не так уж и много времени провел. Но все равно это достойный проект. Тоже, если вы каким-то образом упустили его. То обязательно чекните. Call of Misery. Адаптация Misery на Call of Chernobyl. Но не понял я Call of Misery, короче, в свое время. Возможно, сейчас, если бы сыграл, я бы оценил уже по-другому. Но сейчас как-то уже, мне кажется, Call of Misery играет такое себе. Когда есть Anomaly или DDR. Потому что Call of Misery будет выглядеть очень пустоватым. И неинтересным. Но в свое время тоже очень жестко ажиотаж наводил. А мне он не особо нравился. Поэтому C-тир. Ну и остается у нас сборка от Стасона. Ну, пацаны. В ролике про моды на Зов Припяти, Тир-лист, я уже говорил. То, что сборку от Стасона в свое время играли просто вот буквально все. И я не знаю. Казалось бы, да. Просто чел взял моды, собрал на Call of Chernobyl. Но как это было сделано? Как в это приятно игралось? Как в это интересно игралось, самое главное. Интересно. Есть ли среди смотрящих кто-то, кто помнит мою серию стримов про то, как я собираю 10 миллионов рублей в Call of Chernobyl? Ха-ха. Ну-ка отзовитесь, пацаны, в комментариях. Мне интересно, эти люди еще живы вообще? Или уже все, от старости погибли? Че я только не делал, конечно, в этом важном стасоне. А когда вышла обнова вот этого 6.0 версия. Ну, ёп твою медь. Когда появился менеджер модов. Это, ну, наверное, это же первый экспириенс менеджера модов, да? В сталкере. В сталкерском моддинге. До этого прям менеджер никто особо не форсил. Вот именно со стасоном, как оно появилось. С гигантским менеджером модов. То есть ты мог игру полностью под себя настроить. Там не только менеджер модов ролял, на самом деле, в этой сборке. Там и куча конфигов. Опции было. Ты мог реально сделать себе супер-хардкорную сборку. Мог сделать супер-легкую, чтобы вообще, ну, там прям инвалид спокойнее играл. Ну, ладно, это, конечно, не в обиду никому. Ну, в общем, реально мог сделать сборку такой, какую ты её хочешь видеть. И в графическом плане, и в геймплейном плане. И заняться было чем тоже в сборке. Полно там этих паков на дополнительные квесты. Небольшие сюжетные линии тоже какие-то свои были. Ну, и тайны зоны. Ну, конечно, с аномали стасона уже не тягаться. Потому что стасон, к сожалению, тоже после версии 6.03, по-моему, да, или что-то такое. Всё, он заглох. Стасон ушёл из моддинга. Сейчас вместо стасона работают другие люди. Они уже, по-моему, выпускали какую-то версию сборки. Я в неё даже играл. И на стримах, и на видео форсил. Но потом, как я понял, эту версию удалили. Из-за того, что были с ней какие-то проблемы. И чё там сейчас, непонятно. Вроде идёт разработка, а когда выйдет, хрен его знает. Как-то так, господа. Ну, что ж, вот такой тирлист модов на Call of Chernobyl. Как видите, Call of Chernobyl настолько крутая платформа, что на ней нет модов в D-тире. Опять же, скорее всего, тут не все проекты. Вот, из-за того, что я вспомнил, что я не добавил. Я не добавил Warfare. Это тоже война группировок, которая была до ЙОК. Но она была такая, не очень. Она есть в Anomaly. Но на Anomaly реально ЙОКа не хватает, как по мне. Поэтому Warfare, я думаю, оказалось бы в C-тире. Реально. Она мне не заходила. Я пытался в неё играть. Работает супер непонятно. Там в какой-то момент отряды начинают пропадать. Что-то непонятное, в общем. Ну и Lost Path. Тоже, он, наверное, был бы в B-тире. Тоже в своё время навёл шуму. И я в него довольно много играл. Правда, потом мод свернул куда-то не туда. И чё там с ним сейчас, я без понятия. Ну, в общем-то, и всё. Да, возможно, ещё есть куча аддонов на Anomaly. Там редуксы, какие-то хейзы. Чё-то ещё. Ну, сори. Я за них не шарю. Я дед. Я дальше Anomaly ничего такого новомодного не играл. Для меня вот ванильный Anomaly Forever. А все эти редукции и сборки, не знаю, как-то вот. Возможно, конечно, я просто не прочухал. Мне нужно хорошо проникнуться, поиграть, чтобы оценить. Но как-то вот я пробовал, не пошло. Ладно. Всем спасибо за просмотр, господа. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео по сталкеру. Вступайте в группу, заходите в телегу и всё есть в описании. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok